Всем привет, дорогие друзья! Здорово, что нашли время и возможность в этот день присоединиться к Техтрейн и нашему докладу. Меня зовут Анатолий Попко, а основного нашего сегодняшнего докладчика Илья Сидорчик. Илья, привет! Всем привет! Спасибо, что пришли. Отлично, в Питере, на удивление, солнечная погода. Все, здорово. Да, в Москве погода тоже радует. Ну и прежде чем мы приступим к нашему докладу, я бы хотел буквально пару вещей вам, дорогие друзья, сказать. Во-первых, вы можете задавать вопросы Илье по ходу доклада. Для этого есть чат, есть в Телеграме, есть в вашем плеере. Пожалуйста, не стесняйтесь, если вам что-то интересно, хотите что-то прокомментировать или уточнить вам и карты в руки. Есть конкурс, так сказать, мотивация для вас. Ну, тем, тому человеку, который задаст лучший вопрос, будет какая-то дополнительная что? Какая-то дополнительная плюха, какой-то подарок организаторы нашей конференции устроят. Вот, по крайней мере, обещали. Ну и еще хочу попросить вас оценить наше выступление, насколько оно вам зашло, насколько понравилось, насколько тема актуальна. Вот все это можете в своей оценке, не стесняясь, выразить. Нам будет это очень-очень полезно. Ну что, и я еще, знаешь, Илья, давно хотел тебя спросить, вот, что тебя, вообще почему ты заинтересовался темой доступности цифрового контента? Толя, слушай, я фронтенд-разработчик, и я считаю, что сайт не должен ограничивать возможности пользователей. Если человек хочет купить айфон, то он должен иметь такую возможность, даже если айфон недоступен ему из-за финансов. Например, для этого на Яндекс.Маркете добавили рассрочку. Вот. Толя, а как ты пришел к этой теме? Слушай, ну, я как раз тот человек, который имеет финансовую возможность, слава богу, покупать айфоны и прочие смартфоны на платформе Android, например, да, и я, ну, прям очень жизненно заинтересован в том, чтобы сервисы, цифровые сервисы были доступны. И я довольно плотно общаюсь с сообществом незрячих пользователей русскоговорящих и вот в каком-то смысле представляю, что нужно, что нам нужно, что мы хотим, и вот эти чаяния выражаю. Ну что, давай поделись тем, как Яндекс.Маркет становился доступнее. Да, очень хотелось бы вам сегодня рассказать об этом. Я сегодня расскажу, как Яндекс.Маркет стал доступнее для наших незрячих покупателей и не только. Мой рассказ будет интересен увлекающимся темой доступности и, конечно же, нам, фронтенд-разработчикам, особенно из e-com. За этот проект мы столкнулись с необычными проблемами. Надеюсь, вы узнаете что-то новое. Например, самое главное в маркетплейсе – это кнопка «Добавить в корзину». На слайде мы видим карточку товара и справа на видном месте большую желтую кнопку «Добавить в корзину». Но оказалось, незрячие не могут ее найти. Что не так? Кнопка сделана тегом «Button». Что еще нужно? Об этой и других проблемах мы узнали осенью 2021 года, когда в Яндекс пришла эксперт по цифровой доступности Валерия Курмак. Вместе со своей командой, незрячим тестировщиком Толей Папко, вы уже его знаете, и исследователем Сашей Панкратовой, они ходили по всем сервисам Яндекса и проверяли их на доступность для незрячих на всех платформах. Маркет не стал исключением. Пару слов о том, как незрячий пользуется сайтом. Он открывает сайт и помогает ему понять, что на нем находится программа экранного доступа. Она же скринридер-читалка. На слайде мы видим Mac OS, в которую встроен по умолчанию скринридер VoiceOver. Он читает iPhone 14 Pro. Незрячий нажимает на клавиатуре стрелку вправо, VoiceOver зачитывает в корзину кнопка. Так незрячие понимают, как пользоваться сайтом. Существует также много специальных клавиш, чтобы упростить этот процесс. Сейчас я вам покажу выжимку, минутную выжимку из часового тестирования десктопа Маркета на доступность. Вы будете смеяться, а я краснеть. Потому что мы тоже все доступны, все прекрасно. Но выяснилось, что на этой страничке есть еще где-то примерно 99% информации, которую я просто вообще не знал о ее существовании. Завиловка в первом уровне здесь нет. Я не понимаю, для чего эта кнопка нужна. Пока не понимаю, сколько у нас предложений. Где они вообще есть, эти предложения? Микрофон, продавец. Кнопка короткая тире. Редактор 1. Кнопка 084, 1,090 рубль. 1,090. Пробел. Я подозреваю, что 1,090, это вторая цена, она перечеркнута, правильно? В красной такой линии. Ну да, у меня просто две цены. Я хочу, например, какой-то из них удалить, но мне надо методом тыка как бы вспоминать, какая кнопка отвечает за удаление непосредственно. Потому что эти кнопки текстовых подписей не имеют. Тут такая история, в общем, открылось модальное окно. Опять? Все эти проблемы были собраны в большом отчете в мира. Мне, как разработчику сервиса, стало стыдно. Поэтому я позвал неравнодушных коллег, и мы стали улучшать доступность маркета для незрячих. За все время в проекте поучаствовало 20 человек. Это 13 фронтов, 2 iOS, 1 Android и 4 UA-инженера. Работа шла в несколько этапов. Это главные баги, UI-кит, навигация с клавиатуры и тач. Я расскажу самое интересное из каждого этапа и упомяну про тестирование. Главные баги. Вернемся к кнопке «Добавить в корзину». Что с ней не так? Она на видном месте, в правой колонке. Но для незрячего нет такого понятия. Для него весь сайт – одна колонка. Если говорить правильно, поток информации линейный. В результате мы имеем следующую ситуацию. Заветная кнопка спрятана где-то в середине страницы. Непонятно, как ее найти. Я слышал, что незрячие ориентируются по заголовкам. У них есть специальное сочетание клавиш для этого. Добавим заголовок. Но как-то некрасиво. Вот бы показать его только незрячим. И мы это сделали. С помощью компонента «Visually Hidden». Компонент для показа информации только незрячим. Старый добрый CSS-класс стал React-компонентом. Также вы его можете знать как «Accessibility Hidden» или «Screen Reader Only». Так мы его используем на карточке. Просто оборачиваем в него контент. В данном случае заголовок. Код «Visually Hidden» мы собирали, смотрев реализации в разных библиотеках компонент. «Rich UI», «Chakra UI» и «React Area» от Adobe. На последнюю стоит обратить внимание, благодаря компоненту «Focussable». Это помогает также делать скиплинки. За все время «Visually Hidden» использовали 57 раз. Но бывает его недостаточно. Например, у нас есть меню в шапке, но на небольших экранах подпись исчезает, не хватает для нее места, и незрячие не понимают, куда ведет ссылка. Но мы взяли и вынесли CSS-код в Mixin, «Visually Hidden», и теперь используем его вместо «Display None» в медиа-выражениях. Просто и удобно. Следуя этим практикам, мы добавили скрытый заголовок фильтры на выдачу. Но снова проблема. Чтобы до него добраться, приходится пробраться через череду названий товаров. Может, как-то было переверстать с помощью абсолютного позиционирования. Да вроде нет. Но мы нашли решение. Незрячий нажимает Alt плюс 0 и попадает к компоненту «Skip to Content», где есть ссылка «Перейти к фильтрам». Незрячий узнает об этом сочетании клавиш при первом табе на страницу. Демонстрация, как это все выглядит. Мы нажимаем Alt плюс 0 и переходим к фильтрам, где нас ждет упомянутый скрытый заголовок фильтры. Дальше по заголовкам. Пусть нам iPhone доставят сегодня или завтра. И точно так же мы возвращаемся обратно к выдаче, нажав Alt плюс 0. Прошу заметить, что шорткат работает, даже если у вас клавиатурная типографская раскладка Ильи Бирмана, как у меня. О других багах. Например, незрячий не понимал, что значит поля в форме доставки. Мы добавили всего лишь один ID-шник лейблу, чтобы связать его с полем. Стало просто, и сделать это было быстро. Схожая ситуация. Нужно было связать поле с ошибкой или статусом успешного заполнения. Казалось бы, всего три строки. Но докатить до продакшена у нас это удалось за полгода. Бывает, что доступность добавить не так-то просто, как нам говорят с больших экранов. Интерфейс имеет свойство обновляться. Я добавил iPhone в корзину, загорелся счетчик. Один. Я перешел в корзину, добавил вторую зарядку, пусть лежит в офисе. И информация, общая сумма заказа обновилась. Незрячему тоже важно видеть эти изменения. И это сделать достаточно просто. Мы добавляем обертку с ролью status. К сожалению, она поддерживается не всеми устройствами и скринридерами, поэтому приходится дублировать строкой ниже. AreaLivePolite озвучивает обновления, но не перебивает. AreaAtomicTrue добавляет контекст. Не один, а корзина один. Обратим внимание, что спан должен быть в доме с самого начала. Здесь мы его просто добавили в ссылку. Но так не получилось сделать с кнопкой. Кнопка перебивает внутренние роли. Ох уж эта кнопка. Поэтому пришлось продублировать информацию с оберткой снаружи. Перейдем к второму этапу из четырех. UI киту. Нам хотелось улучшить доступность максимально, но минимальными средствами. Поэтому мы взялись за библиотеку общих компонентов, которая переиспользуется на страницах сайта. Самое важное для незрячего – заголовок. Теперь по умолчанию он рендерится как H2. Одна строка о незрячем стало понятно и удобно пользоваться всем сайтом. Компонент – картинки. Здесь она встроена в ссылку. И как вы думаете, ее читает VoiceOver? Дорожные и спортивные сумки. Дорожные и спортивные сумки. Дело в том, что подпись продублирована в альте картинки. И представляете, так на каждой ссылке во всех категориях. Я решил пойти радикально и скрыть все картинки от незрячих. Я посчитал, что большинство подписей бестолковые, только мешают. Но мы решили действовать точечно и выработали правило. Добавляем простой alt. Да, так можно. Это меня поразило. Или role presentation, если рядом есть подпись с картинкой. Но бывает, что в отдельном случае картинка декоративная. Мы попробовали даже убрать alt вообще с нее. Тогда незрячий услышал название файла картинки плюса. Совершенно бессмысленная информация. Мы уточнили правило. Если картинка декоративная, тоже ее скрываем. Тут, видите, у меня несколько вариантов. Пустой alt, role presentation или area hidden true. Самое, наверное, надежное – это пустой alt, но он может вредить SEO. Поэтому важно использовать его разумно. Роль presentation, а я о ней еще скажу в конце. Подписываем в индивидуальном порядке картинки. Товар разобрали. QR-код. А эта проблема осталась нерешенной. Наши контент-менеджеры добавляют текст в картинках. И не подписывают альтернативный текст. Из-за чего незрячий не понимает, куда ведет эта картинка, ссылка. Можно решить эту проблему, сделав поле alt в CMS. Обязательно. А затем пойти дальше и применить всю мощь технологии Яндекса, чтобы распознать текст на картинке и даже смысл. Другой компонент – иконка. По умолчанию незрячий слышит неподписанное изображение. Это лишнее. Здесь уже можно. Мне разрешили пойти радикально и скрыть иконки для всех по умолчанию. Но, а если иконка важна? Например, красный кружок дает нам понять, что информация не просмотрена. Мы просто подписываем это через area-label. И незрячий все замечает. Подписали иконку загрузки и даже добавили role-progress-bar. Если иконка в кнопке, то давайте подпишем сразу кнопку через area-label. Правда, на этом моменте хочу сказать, что моя коллега из белорусского Яндекса ругает меня за это и говорит, что лучше использовать тот же visual-hidden, потому что area-label может повлиять на автоматический перевод сайта. Негативно повлиять. Юля, привет. О табах. Мы добавили всего три строки. Roll tab list, roll tab, area selected. И за нас произошла вся магия. Незрячий понимает, сколько всего табов, на каком он из них и какой выбран сейчас. То же самое со списками. Перейдем к более прикладным компонентам. Цена. Перед старой ценой добавим слово вместо с помощью visual-hidden, потому что незрячий не видит этот зачеркнутый текст старой цены. Рядом с ценой скидка. Куда же без скидок? Добавим это слово перед процентом. Рейтинг. Подпишем его также с помощью visual-hidden. Так это все дело выглядит на карусели товаров. 1358 рублей вместо 1765. Скидка такая-то. Рейтинг 3 из 5. Раньше его просто не было. И 5 отзывов. А, кстати, отзывов визуально нет. Мы это добавили. Удобно. Стоит отдать дань ребятам, которые улучшали доступность маркета раньше. Так появился компонент для кликабельных элементов. Незрячие понимают, что это кнопка, а пользователи с клавиатуры могут добраться до него и нажать. Если вдруг у нас ломаются стили, хотя в кликабель они по умолчанию, кнопочные стили обнулены, добавляем проб sdiv. И тогда становится все точно, красиво и доступно. Спасибо за компонент Леоне Лебедеву и Наташе Козловой, которая сейчас, кстати, работает, улучшает доступность Facebook. Признана в России запрещенной организацией. О пупапе вернемся уже к нашей истории. В первой итерации мы добавили на него фокус по умолчанию при загрузке и незрячие стали его замечать. Чтобы рассказать о дальнейших улучшениях пупапа, надо перейти к третьей теме из четырех. Это навигация с клавиатуры. Во-первых, надо понять, что люди пользуются сайтом с клавиатуры. Могут быть разные ситуации. У мамы на руках ребенок, сломали руку, катаясь на горных лыжах, или просто у человека нет кисти. Как происходит взаимодействие? На сайте есть кнопка. Мы нажимаем на клавиатуре клавишу Tab, у кнопки появляется фокус. Так мы понимаем, что мы на ней находимся. Но фокус получают не все. Например, нужен TagButton или атрибут TabIndex со значением 0. Но куда же без проблем? Этот фокус появляется при клике на кнопку. Это считается некрасивым. Поэтому частая практика эту рамку фокуса, синюю, которую вы видели, убирают по умолчанию. Из-за чего сайтами становится невозможно пользоваться с клавиатурой. Сейчас я навигируюсь по шапке маркета и не понимаю, где нахожусь. За это нас ругали в Твиттере, на разных конференциях. Например, Ваня Бакаетов говорит, что в хорошем интернет-магазине можно купить новую мышку, если у тебя сломалась старая. Оставить это как быть или найти решение? Благодаря обновлению в CSS появился псевдокласс Focus Visible. Он позволяет сделать умный фокус, который появляется только тогда, когда нам это нужно. Это мы вынесли в миксины для удобства разработки, отдельные для ссылки и кнопки. Они разные, потому что в рамке фокуса кнопки нужно скругление углов, а Outline не скругляется в Safari. Поэтому миксины разные для фокуса. По умолчанию умный фокус встроен в основные компоненты. При клике все красиво, при табе все доступно и понятно. Теперь по шапке маркета можно перемещаться, и мы понимаем, где находимся. Здорово. Бывает кнопка с фокусом, но ее не видно. Дело в том, что она появляется только при наведении мыши на сниппет товара. Вот у нас в правом верхнем углу появились кнопки иконки добавить в корзину и добавить к сравнению. Смотрим на код. Ага. И тут тоже нам пригождается новый псевдо-CSS, CSS псевдокласс Focus Within. Когда фокус будет внутри карточки товара, мы будем видеть кнопки иконки. Хорошо. Кнопка с фокусом. Ее видно, но ничего не происходит. Дело в том, что Tooltip появляется только при наведении мыши на кнопку-подсказку. Смотрим на код и добавляем всего две строки. Обработку фокуса и расфокуса. В результате Tooltip появляется при фокусе и исчезает при расфокусе. Так это должно работать. Когда мы учли все эти советы, все равно остается место для улучшения. Я сейчас ищу ласку для черного, но чтобы мне добраться до заветной кнопки «Добавить в корзину», нужно протабить кучу элементов. Но теперь при первом табе появляется помощник, компонент SkipToContent, который позволяет прийти сразу к выдаче товаров или даже к фильтрам. Круто. Вернемся к поп-апу. Теперь при открытии поп-апа фокус ставится на первый интерактивный элемент. Незрячий может сразу взаимодействовать с поп-апом. И не только незрячий. Я не должен случайно выйти из поп-апа. А если я выхожу специально, то фокус должен вернуться на предыдущий элемент, чтобы я не потерялся, не пришлось табыть с самого начала. И это все было сделано с помощью нового компонента в нашей базе. Pop-ап Accessibility Base. Компонент для основы доступного поп-апа. Он сделан с помощью React SDK Use Platform React. Мы добавляем всего лишь два hook'а, и наш div становится доступным. А CSS добавляется уже во внешнем компоненте. Например, вот model. Пример кода добавления доступной основы. Легко. Используем поп-ап Accessibility Base также для tooltips. Узнаем, что такое инверторный двигатель стиральной машины. Нажимаем, и фокус переходит в tooltip. Не выходит случайно. А если выходит, то возвращается на предыдущее место. Удобно. Конечно, у нас есть и проблемы. Например, я сижу вечером и покупаю, добавляю себе товары в корзину. Открывается поп-ап. Сразу первая кнопка фокус. Удобно. Закрываю поп-ап, продолжаю дальше, но фокус теряется. Дело в том, что кнопка, предыдущий элемент, поменялся на счетчик. И поп-ап не понимает, куда нужно вернуть фокус. Поэтому важно не забывать, откуда мы пришли. Специально для этого в hook'ах есть проб restore focus ref. Передаем туда ссылку на наш счетчик. Ура! Теперь на Яндекс.Маркете можно купить новую мышку с клавиатуры, если сломалась старая. К завершающему этапу из четырех – touch. Здесь тоже важно понять, что незрячие пользуются смартфонами. И выглядит это примерно так. У меня нет ничего на айфоне. И это специально, потому что незрячие отключают яркость для экономии зарядки телефона. Ведь им незачем смотреть на телефон. Для презентации включим яркость. То же самое. Здесь айфон, в него встроен voice over, который зачитывает. Айфон 14 про. Чтобы перейти к следующему элементу, мы не можем табнуть. Мы используем палец и смахиваем вправо. Вот как это выглядит. Айфон 14 про. Смахиваем. В корзину. Кнопка. Вот. Мы перешли на следующий элемент. Мы подписали кнопки, боковое меню, сколько товаров в корзине, ссылку на главную и на маркет. Мы сделали так, чтобы незрячие замечали боковое меню. Боковое меню не просмотрено. Кнопка. Веб-дайлог. Илья Сидоркик. Туда перешел фокус. Незрячий его заметил. В этом нам помог опять же поп-ап Accessibility Base. И специально для незрячих добавили еще одну кнопку «Закрыть». «Закрыть». Спасибо, Миксину. Вижу, Лихиден. Столкнулись с необычной проблемой. У нас есть выдача. Там сниппет товара. И он сделан полностью кликабельным. Ну, для удобства. Нажимай куда хочешь. Ну, а раз есть он клик, то есть и ролл-баттон. Мы с вами эксперты в доступности. Мы знаем это. В результате это сделало только хуже. Ох уж эта кнопка. Внутренние роли перебились. И в результате незрячий не мог быстро ходить по странице по заголовкам. Не мог нажать ссылку внутри сниппета. Это тот случай, когда удаление ролл-баттон кликабельного элемента идет на пользу. Этот кейс, кстати, рассмотрен в статье, на которую идет ссылка на слайде. Все ссылки будут в QR-коде на последнем слайде. Да-да-да, удаляем. Также я поговорил с ребятами-мобильными разработчиками. И они тоже стали улучшать доступность своих приложений на iPhone и Android. Сейчас мы видим ситуацию на iOS. Незрячий может понять, куда заказать товар, как его найти. И просто ходит по странице, и не только. Из доставки. Your class point. Найти товары. Button. Как вам доставка? Heading. На основе просмотров. Heading. Здорово. И переходим к завершающему этапу рассказа. Это тестирование. Мы все это дело еще тестировали. Сначала руками. Нам повезло. У нас был незрячий тестировщик. То ли Папко. То ли привет. Я делал задачи. И отправлял то ли в Telegram. Ссылки на Prestable. Или мы созванивались прямо в Zoom. Если у вас нет незрячего тестировщика, можете попробовать его найти, например, в библиотеках для незрячих. Потом я собрался духом и все-таки решил протестировать сам. Я взял свой рабочий MacBook и, наконец-то, включил VoiceOver. И это совсем не страшно. Я сейчас вам покажу, как это сделать. Под страхом то, что у меня здесь сломается вся презентация. Запоминаем на слайде сочетание клавиш. Command F5. И еще некоторые сочетания клавиш, которые я выучил за это время. Закрываем. Включаем VoiceOver. Command F5. У меня TouchBar, поэтому я еще добавляю Function Command F5. Вот так. Ура! VoiceOver появился. Давайте нажмем стрелку вправо. Ура! VoiceOver зачитывает следующую кнопку. Классно. VoiceOver вообще болтливый, поэтому, чтобы останавливать его, я нажимаю клавишу Control. Давайте пройдемся по заголовкам. Есть сочетание клавиш специальное. Control Option Command H. Ничего не происходит. Наверное, я никакой не знаток в доступности. Вообще, я правда не знаток, но тут достаточно переключить клавиатуру на английскую. Нажимаем на Control Option Command H. Heading Level 2. 2 items. Heading Level 2. И бегаем по заголовкам. Понимаем, что есть на странице. Heading Level 2. 2 items. А я хочу вернуться. Просто вначале добавляю Shift. Heading Level 2. 2 items. Совершенно просто. Давайте посмотрим на основе просмотров, что я там недавно смотрел. Вот, мы на этом заголовке. Control Option стрелка вправо. Смотреть все. Link 1. Мы попали на тот самый сниппет, который был упомянут в докладе. Зайдем в него внутрь. Control Option вниз стрелка. Нет. Shift Control Option стрелка вниз. In Link 1.800. Вот. И смотрим, что там написано. Space. Rables. Вместо. 2.390. Так мы понимаем, что есть старая цена. Space. Rables. Hif. 2. Percets. Rables. Rates. 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 А вот мы видим рейтинг. Круто. Так что это все довольно просто. Попробуйте тоже. Хочу отметить, что этот voiceover именно встроен уже в Mac. Это не какой-то там плагин для браузера. Наши разработчики научились пользоваться voiceover. Надеюсь, ваши тоже. Я знаю, ребята из поиска, они даже написали такой плагин, чтобы делать экран темным и его не видеть. Можно просто уменьшать яркость. Закроем voiceover. Так же, как его открыли. Command F5. F5. Button. Voiceover off. У меня этот красивый тачбар. Мне пришлось еще два раза нажать на F5. Вернемся к презентации. Классные сочетания клавиш. Они нам еще пригодятся. Важно тестировать еще и на iPhone. Мобильные устройства тоже популярны среди незрячих. Так же, как и среди зрячих. Как это выглядит? Это тоже было очень страшно начать этим пользоваться. Но оказалось, достаточно сказать Siri. Включи voiceover. И она это делает. А чтобы перейти к приложению, надо сказать Siri до свидания. И voiceover включаются тоже с помощью Siri. Довольно просто. Так же, обратите внимание на настройку voiceover. Важно тестировать на разных устройствах. Здесь мы видим счетчик. Кнопка «Уменьшить». Мы добавили, сделали ее доступной. Прописали «Уменьшить». В voiceover на Mac все хорошо. Но как вы думаете, что на NVDA? Короткая тире. Кнопка. Area-лабел не учитывается на NVDA, если есть в спане внутренний текст. Нас спас снова в visual hidden. Теперь все хорошо на всех платформах. Важно тестировать и на реальных устройствах. Это market.go, webview. Какая тут была проблема? Мы перемещаемся по категориям и слышим «товары как у кеи, товары у как у кеи». Мы знаем эту проблему, и вы уже догадываетесь о решении. Да, вы все правильно говорите. Добавим ролл «презентейшн». Так же сделал я. Я протестировал на десктопе, на Mac, в Яндекс.Браузере, мобильный режим, панель разработчика. Все хорошо. Открываю iPhone после релиза. «Товары как у кеи, товары как у кеи». «Презентейшн» не принимается на айфоне. Нас спасет пустой альт. Все найденные изменения, артефакты мы собираем в документации на внутреннем сервисе docs.yandex.team.ru. Руками это хорошо, но есть человеческий фактор. Вот нам помогает линтер. Бьет по рукам, когда мы пишем «Diff on Click». В «ес линте» есть плагин для доступности. Мы также пишем модульные виджетные тесты на доступность. Кстати, это те самые виджетные тесты, которых рассказывал Сергей Милюков на предыдущей Holy.js. Здесь нам помогает библиотека Testing Library. Есть такой у нее метод getByRoll. Помогает найти заголовок нужного уровня, какой нам нужен. И кнопку, например. И неважно, кнопка Button или RollButton. Мы ее все равно найдем. Также в JestDome есть полезные матчеры. Тут, например, мы как будто понимаем, что зачитает нам VoiceOver. С помощью матчера to have accessible name. Также есть to have accessible description, очень удобно для полей. Но разработчик может взять и поменять компонент, виджет на новый, непротестированный, недоступный. И нужно подсказать ему, что что-то здесь не так. В этом могут помочь сквозные тесты. У нас они на гербеоне. Принцип такой, что мы берем заголовок, проверяем наличие нужного R-атрибута, табаем и проверяем, что фокус на месте. Также хотелось бы, чтобы разработчик отправлял повреквест и система ему говорила, слушай, доступность упала, обрати внимание на вот эти вещи. Мы хотим прикрутить для этого Lighthouse от Google Chrome в наш Arcanum CI. Так Яндекс.Маркет стал и становится доступнее для наших незрячих покупателей и не только. Я считаю, что это не увеличит нам особо бизнес-метрики, но я уверен, что незрячие пользователи будут нам благодарны даже больше всех остальных. Ну и мы все-таки не ИП Шулейка, не ИП Волош, а Яндекс.Маркет. Хотим быть маркетплейсом номер один. Поэтому мы должны думать о доступности. При этом в случае с маркетом доступность добавлялась потом уже, после процесса разработки. Это, конечно, всегда выходит дороже. Например, новая главная Яндекса делалась доступной с самого начала. Напоследок я приведу выжимку из нашей внутренней документации. Это чек-лист по доступности. Добавил блок — напиши скрытый заголовок через VisualHidden. Кликабельный элемент — вот тебе кликабл. Кнопка-иконка — подпиши через AreaLabel. И справочные материалы. Их в интернете огромное количество. Есть отличная лекция в школе разработки интерфейсов Яндекса на тему доступности. Но мне больше всего помогает эта ссылка. Это сайт с советами, рекомендациями и примерами доступных элементов от самих авторов спецификации в iArea. Советую. И, конечно, не забывайте добавлять фокус на ваши элементы. Я сегодня неспроста в желтой футболке, чтобы быть все время в фокусе. На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, если у нас осталось время. И переходите по QR-коду, чтобы получить презентацию и ссылки на материалы, которые там появятся. Спасибо. Так, ну что, да. У нас еще есть немного времени для того, чтобы вы позадавали вопросы, спрашивали о чем-то Илье. Илью, простите. Слушай, Илья, у меня, знаешь, есть... Во-первых, спасибо большое за очень такое содержательное, хорошее выступление. Вот, есть вопрос такого плана. Он как раз навеян тем, что мы обсуждали в чате. Вот скажи, если бы тебя попросили выделить вот одну проблему, которая, ну вот, существеннее всего, да, наиболее серьезно ухудшает доступность. И речь идет про веб-интерфейс. Вот что бы ты... Что бы заняло первое место в твоем личном рейтинге, если у тебя есть какой-то такой вот рейтинг? Наверное, это кнопка. То есть, чтобы кнопка была либо с ролью button, там индексом 0, либо тегом button. Важно, чтобы незрячий понял, что это кнопка. На втором месте заголовок. Вот, на третьем эти кнопки подписывать. Много кнопок иконок. Вы видели на точке у нас кнопку стереть. То же самое на десктопе. Незрячий просто не понимал, что она значит. А есть же еще более важные кнопки. Толя, а как ты думаешь? Слушай, я согласен. Я бы, наверное, попытался вот обобщить как раз с одним из зрителей, из участников нашей конференции. Я согласен, наверное, с Андреем. Андрей, с вами. Что самое полезное, что можно сделать с точки зрения доступности, это соблюдать спецификации. Я понимаю, что это... Я сейчас сказал, конечно, так сказал, так сказал. Но действительно у меня складывается ощущение, что если у нас есть возможность заменить кнопку, которая сделана дивом, на button, это прямо сразу много проблем доступности починит. Как ты думаешь? Согласен. А что мешает так сделать? Потому что легко рассуждать мне, а вот ты именно как разработчик. Я ведь понимаю так, что не всегда это можно сделать? Да. Во-первых, кнопка сама по умолчанию добавляет свои стили, которые убирают всю красоту. Есть специальный компонент кликабл, который убирает кнопочные стили и делает кнопку доступной. Но бывает просто разработчик не знает о таком компоненте. Либо просто столько работы, что это выпало из головы. Поэтому здесь важны автоматические правила, которые обратят внимание на это. Слушай, а о планах как бы спрашивать немножко даже, наверное, неприлично в нынешнее время. Но все-таки вот вы с командой, ты и команда маркета, ну прям очень упорно, очень серьезно пилили доступность, рассказывая буквально вот каждую неделю о том, какие доработки в маркете появились. Я всегда за этим следил и восхищался, конечно, ну что ли, такой целеустремленностью. Что дальше? Вот что еще нужно сделать, чтобы вот сервис стал еще лучше, чем он есть? Вчера на хурре Яндекса рассказывали про рейтинг доступности наших внутренних сервисов. Мы хотим быть на первом месте. Вот так вот. Просто и понятно, да? Слушай, ну я со своей стороны тоже очень хочу, чтобы вы оказались на первом месте. Маркет – это очень сложный сервис, и обеспечить его доступность просто архитяжело. Я вот прям понимаю, я каждый раз, знаешь так, ну ребята, продолжайте, продолжайте. Чем вам помочь? Скажите, чтобы процесс не затух. Последний, наверное, вопрос. Толя, извини, а можно я тебя перебью? Я скажу спасибо, что ты упоминал вот эти еженедельные отчеты. Мы старались каждую неделю делать какой-нибудь релизик, хоть подписать кнопку, если мы заняты другими задачами. И зритель, может быть, спросит, а на каком месте сейчас маркет в нашем внутреннем рейтинге? По секрету скажу, что за год мы поднялись с четвертого места на второе. То есть с последнего на второе. Да, да. И это, кстати, ну это прямо результат очень, конечно, большой такой планомерной работы. Команда, спасибо. Смотри, хотел тебя, наверное, под занавес спросить о мотивации. Вот ты говорил о том, что, ну ты как разработчик, тебе интересно сделать доступным сервис. Вот у твоих коллег какая мотивация? То есть зачем вы все это делаете? Зачем это дополнительная какая-то нагрузка, которая на метрике, как ты сам говоришь, особо не повлияет? Ну, конечно, это все для плюсов на ревью. Ну, а если серьезно, то просто есть внутренняя мотивация, потому что для меня это дикий кайф добавить что-то новое, узнать что-то новое. Я понимаю, что люди этим будут пользоваться, будут нам благодарны. И это заставляет меня вставать рано утром на работу. Я думаю, такая же мотивация у коллег. Они порой могут сидеть там до трех часов ночи, чтобы сделать доступным чекбокс. Там бывает ситуация, ну непонятно, как добавить туда фокус. Секрет, что надо добавить, типа, показать прям реальный input, а не тот, который красиво вы сделали. Так что я думаю так. Спасибо нашим QA-инженерам. Ани Шиян, которая оперативно берется за задачки и пилит их. Я думаю так, сделать мир лучше. Ну, цель амбициозна и по нынешним меркам более чем актуальна. Илья, еще раз спасибо тебе огромное за доклад. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. Я напоминаю, что мы были бы очень рады получить от вас оценку нашего выступления, оценку темы доступности. Может быть, что-то мы упустили, на что в следующий раз мы сможем обратить внимание. Пожалуйста, не стесняйтесь, оценивайте, комментируйте. И если тема доступности в целом вам интересна, то вот буквально через 30, 40, 50, 60 секунд мы сможем обсудить уже вживую, голосом, ну, какие-то отдельные аспекты доступности. Анатолий Попко – это я, Илья Сидорчик и Яндекс.Маркет – это то, о чем мы сегодня рассказывали. Доступности всем спасибо. Спасибо, что слушали нас.